Доброе утро! Велика роль Совета Безопасности ООН в формировании международной политики и повестки дня. То есть действительно ли мы попали в некий элитарный клуб? Ну, в этом плане и да, и нет. То есть, с одной стороны, да, это очень элитарно, в этом плане, что нет другой такой альтернативной компании, которая собиралась бы обсуждать самые главные вопросы, по крайней мере, в политике. То есть самым главным вопросом в политике всегда является вопрос войны и мира. И в этом клубе, то есть они не столько формируют, в этом плане я немножко спорю, это не они формируют повестку дня, они обсуждают то, что уже лежит на повестке, и вот просто принимают решение, как реагировать на тот или иной конфликт, какой это важности, надо ли там применять какие-то меры международного вмешательства, или не надо. Вот это в их полномочиях. Ну, а можно ли сказать, вот в последнее время, например, какое решение, принятое Советом Безопасности ООН, оказало действительно какое-то влияние на международную ситуацию? Ну, с этим влиянием, да, можно... То есть критики говорят очень много о том, что вот, видите ли, ни совмест, никто не смог там предотвратить, например, насилие в Руанде, или там геноцид, ху-то и ту-то, когда между собой резались. То есть критиковать его можно, что вот это просто одна говорильня, ничего не делается. Но я бы использовал, во-первых, такой метафор, что это как работа полиции. То есть есть видимая часть, и очень большая часть того, мы никогда не будем знать, сколько конфликтов не состоялось из-за того, что полиция уже есть. То есть мы не знаем, какой был бы мир без Салбеза. И вот те, кто говорят, что у нас альтернатив нету, подчёркивают то, что вот видите ли, те 70 лет, в течение которых существует эта организация, это самое мирное время всего человечества. Так что, может быть, это совпадение, а может быть, это и есть какое-то влияние. Но если говорить о конкретном решении, то, наверное, одним самым таким видным, видимым и влияющим на процессы решения, это было во время войны в Заливе в 91-м году. То есть решение было принято в 90-м году, что надо... Это был момент, когда Ирак завоевал Кувейт, и Совбез принял решение, что надо создать международную коалицию, остановить Ирак. И вот путём этой операции Ирак был вытащен из Кувейта. Так что, да, есть, по крайней мере, один очень хороший показательный пример, что действует. В Совете Безопасности 5 постоянных членов и 10 временных. У постоянных членов есть право вето. То есть если они не согласны с каким-то решением, они могут его просто заблокировать. Если говорить о том, что произошло после 91-го года, то США за этот период 14 раз пользовались правом вето, а Россия 13 раз. Это тот механизм, который очень часто подвергается критике. Об этом наш президент Керсти Калюлай отговорила на Генассамблее ООН, тем самым поддержав французского президента Эммануэля Макрона, который тоже выступал с критикой права вето. Вот это насколько сильно мешает работе Совбеза? Ну, про то, что работу Совбеза надо реформировать, говорят практически с момента, когда это было создано. Но никак не получается. Для того, чтобы его как-то реформировать, там хоть что-то менять, надо, во-первых, заполучить 2-3 этих голосов «за» на Генассамблее ООН, и потом еще заполучить поддержку всех постоянных членов. Но они сами не будут же урезать себе крылья. Так что, да, это технически можно все-таки сказать, что нету такого термина, как право вето. Есть просто... У всех членов есть «да» и «против» кнопка, скажем условно. И если вот постоянный член нажмет на кнопку «нет», то вот этот вопрос снимается с обсуждения. Все. Если не постоянный, нажимают на «нет», такого эффекта нет. Так что... Ну, в простонародье право вето. В общем-то, суть та же самая. Ну, давайте поговорим о роли Эстонии теперь, которая попала на два года в качестве непостоянного или временного члена Совбеза ООН. Какова действительно ее роль? Может ли Эстония на что-то там реально повлиять, что-то сделать? Потому что были потрачены и довольно большие деньги для того, чтобы подготовиться, презентовать страну. Был потрачен миллион. Теперь еще в течение каждого года будет тратиться 4 миллиона, чтобы состоять в качестве члена Совбеза. Как Эстония повлияет на что-то? Или ни на что не будет влиять, будет просто тихо сидеть и наблюдать за работой? Не, ну там тихо сидеть и наблюдать не получается, так как, во-первых, все члены должны голосовать. Для того, чтобы голосовать, надо провести какие-то консультации. Даже если, скажем, очень условно, мы не хотели бы проводить эти консультации, к нам бы пришли люди. А давайте, вот, голосуйте за нас, потому что... Так что там тихо отсидеться не получается. У Эстонии будет такой же голос, как у и постоянных членов. То есть, если исключить тот момент, что у нас нет вот этого права вето. Но я бы сравнил это с выигрышем лотереи. Скажем, вы получили, выиграли случайно, может, это самое... право на круиз. Сидеть где-то на большом сияющем корабле. И теперь будет уже зависеть от вас. Что вы там делать будете? Будете просто сидеть в каюте, и потом выйдете и скажете, что скучно было? Или вы будете там активно какие-то свои интересы проталкивать? Тут еще вопрос в том, что лотерейный билет стоил, получается, 9 миллионов евро. Да, но с помощью его, вот именно суть в том, что там будет работать очень много людей, не только вот тот человек, кто будет сидеть прямо за столом, там будет очень много людей в кулуарах между собой общаться, и можно будет продвигать какие-то свои идеи. Что будьте добры, мы голосуем за ваш проект, за ваш проект, а вы поддержите нас в том проекте. Так что там можно будет что-то и выгода какой-то получать. Ну, как мы понимаем, должен сформироваться еще определенный штат людей, специалистов, которые будут работать непосредственно на месте. Насколько большим должен быть этот штат? Ну, такие технические вопросы я, конечно, не знаю. Я не в МИДе работаю, но, насколько я знаю, такая команда уже составлена. То есть не из людей только МИДовских, но из других государственных учреждений, там уже специалисты сидят так, условно, на чемоданах, ждут, что как только процесс начинается, они соберутся в штаб-квартире и будут работать. Так что люди уже есть, договоренности уже есть, команда уже составлена. Плитолог Карма Тюр был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова